Что такое тесто, Мария Захаревна? Так, подожди. А то насмешу всех. Тесто-то как? Мы просто его звали, а может не тесто звали. Это по-поломски. Калины надо запасать и солод делать. А солод делать надо рожь, замочить, потом ее как вялить или как чего, парить ли. Ну, вялить, парить. В печке? Да нет, так. Моченую-то покрытую где-то на печи или где-то рядом. В теплом месте, на шоскеле, допустим. Но это ведь нам несколько суток растилали ее, раскладывали, покрывали ее. Потом ее мололи в жерновах. И вот калины в чугунок засыплют. и она там кипит-кипит. Ягода? Ягода, калина. И потом это кипит-кипит. Это калина с этим. А тесто-то без калины делали. Также вот вода скипит. Это вот солод. Сделают рожь, когда размельют, пареную. И потом вода кипит, засыпают и в печь ставят, тушат. Ну, он солод звался. Тут мука ли, чего ли получается. Рожь-то размерит. И получается чего? И получается вот солод. Как его солод? Тесто. Тесто, да. Вот и все. А как его едят? А едят как, например, это получается как дыню варим, когда тыкву. Я дала испечь эту тыкву, именно ту кашу, и это получается вот и... Сладко, да? Сладко. Песку добавляешь, вот тебе и будет сладко. Просто такое сытное блюдо. Так, ну вот как дынник. Бывало звали дынник. И это если вода кипит, засыпаешь этой рожь-то размелешь пареную, она получается как черная, как каша. А цвет какой получается? Черный, темно-коричневый, черный, и как каша манная. Вот как каша манная густая ешь, так это. Рожь должна быть пророщенная. А рожь, но она не сильно проростает, только она сопреет. Мокрый-то под чем-то подкроешь, и... А калину зачем? А это калинник звали. Калина варится, допустим, в печи, поварилась. Этой за... ну, мутовкой рассучишь. Да, вот она поняла меня. Мутовку рассучишь. Поставишь в печь парить, и она там упарится, и калина, и эта мука уже... Солод звался. Солодовая или мука, как назвать? И что, это калина получается? Так вот, это калинник ели. Тоже как каша? Сол, это как... Тоже как каша, только она с калиной. Так в деревне-то у вас чай делали, старушки-то знают. Она вкусна была? Очень вкусна, это все питательное. Не горько? Нет, не горько. А калина-то ягода красная? Красная. Когда уже спелая? Да, не спелая-то она... Так она же горькая. Никакая... Все с этой мукой все замесишь, и... как кашу ешь, манную густую. И эту рожь забавляли тоже в калинник? Не рожь, рожь-то надо размолоть в шерновах. Рожь-то... Когда размелишь из ржи из этой сприлой, так получается мука. Мулука, ты добавляешь в калинник? Это зовется солод. В калинник не добавляй. А в калинник надо обязательно тоже добавлять. А без калинника, если варишь, так вот это тоже зовется как? Тесто. Тесто.